Приветствую вас! С одной стороны, мне, конечно, понятна ваша ситуация, и я понимаю ее, понимаю, что у вас происходит сейчас. И после прочтения вашего текста я могу сделать два вывода. То есть я могу, как бы, сосредоточиться на двух основных элементах. Первое, то, что, конечно же, ваши отношения, которые бились с 18 до 23 лет, они, конечно же, были очень серьезными. И, конечно же, вы очень тяжело переживаете травм. Вот вы говорите, что с тех пор не могу по-нормальному строить отношения с молодыми людьми, ага, мне противно, некомфортно, хочется сбежать, что я, собственно, и делаю. Соответственно, есть страх, действительно, есть сравнение, и есть не отпускание молодого человека до сих пор. То есть вам кажется, что именно он лучше всех. То есть есть идеализация его, идеализация. Несмотря на то, что молодой человек, в общем-то, ушел, а вы, в общем-то, полностью в нем растворились, потеряли себя. В этой ситуации, с одной стороны, вам необходимо проработать отношения со своим молодым человеком, то есть отпустить его. То есть заново привязать с этим у вас было. Прямо вот просто, просто в ходе беседы, да, по крупицам, по эпизодам, по моментам, по нюансам, просто-напросто разбирать каждый эпизод вашей ситуации с молодым человеком. Прорабатывать и понимать мотивацию молодого человека. Осознавать и корректировать ваши ошибки. Анализировать глубинные установки, которые мечтали вам тогда избавиться от этих отношений раньше. И которые сейчас не позволяют вам снова и снова вступить в новые отношения. Также необходимо отдельно проработать вашу модель поведения как женщина. То есть вот то, что было у вас, вот это вот полное растворение с молодым человеком, это, конечно же, зависит. И да, вы выяснили отношения, но эмоционально все равно еще остались с этим молодым человеком. И нужно понять, что заставляло вас, какие мотивы, какие потребности, какие желания заставляли вас находиться в этих отношениях, снова и снова, снова и снова быть в них. Необходимо это понять. И это поможет вам избавиться от страхов, то есть от страхами там тоже свои методы работы. Я имею в виду, что если вы чего-то боитесь, да, боитесь обжечь, возможно, боитесь повторения ситуации, то, чтобы этого не произошло, необходимо понять, а что же, собственно, для вас вот этот вот факт обжога, да, что он для вас значит, какое значение вы вкладываете в него. Ну, оно пошло число. Ну, и что? Вы в 18 лет были, были по сути неопытные, а сейчас он в 25 лет, вы уже взрослый человек, и такого, как было раньше, не будет. Опыт есть у вас, все у вас есть, поэтому, как такового обжога не будет. Но необходима модель женского поведения, необходима независимость, то есть вот зачем вы хотели дамы, зачем вы хотели семью, а зачем вы хотели детей. Теперь от носки, варить борщ и прочее. Для чего? Вот если вы хотели бы, чтобы быть мужчиной, да, в любом случае, с ним бы были. В любом случае, с ним бы были. А так, получается, что непонятно, что вообще она. Как бы, для чего вам это нужно? Вот с потребностями и необходима работа. Чтобы их понимать, чтобы грамотно их удовлетворять, и чтобы они не мешали вам жить. А главное, чтобы вы на человека не накладывали ту ответственность, которая, в общем-то, его не устраивает, которая ему не нравится, которую он не хочет нести. Молодой человек ушёл, скорее всего потому, что вы слишком сильно на него давили. Молодой человек ушёл, скорее всего потому, что вы чересчур много от него требовали. Молодой человек ушел, потому что ему не понравилось, как вы его воспринимаете И это нужно менять Вы преследовали свои желания и свои цели, когда были в отношениях с мужчиной А нужно четко понимать, какая женщина нужна мужчине И можете ли вы ею быть без вреда себе Это вот то, что по поводу ваших отношений И вторая часть, это то, что вы живете в гармонии с собой И не хотите терять свою льготную жизнь, спокойную, свободную и так далее Значит так, с вами все в порядке Да, вы не нагулялись, вы повзрослели, просто у вас остались другие цели Если бы вы не повзрослели, у вас не было бы успеха на работе Нет, вы не инфантильны, особо вы несете ответственность сами за себя И вам это нравится, это здорово Да, вы не отпустили первое отношение И да, вы снова боитесь обжечься Надо сказать, что не стоит себя ломать и двигаться в тех направлениях, которые вам не нравятся Вас устраивает сноуборд Ну и хорошо, пусть устраивает Вам нравится то, как вы живете И хорошо живите так Только проработайте вот те субъективные моменты, о которых я уже сказал Проработайте их, потому что их обязательно нужно прорабатывать Без них вы так никогда отношения вообще ни с кем не построятся Но построить их вы сможете тогда, когда придет время Беспокойство вам не понятно, но смотрите на них с улыбкой Они желают вам добра, но они не понимают механизмов построения отношений Когда придет время, все будет Пока время не пришло И пока у вас есть препятствия И для начала давайте все-таки эти препятствия уберем А тогда он же будет видно Построить его отношения, не построить И можно найти такого молодого человека, который будет увлекаться тем же, что и вы Можете найти такого молодого человека, который не будет противиться той жизни, которой живет его Все это вполне решаемо Главное не бояться И главное отпустить прошлые отношения Перестать идеализировать Как бы адекватно, объективно смотреть на человека И прорабатывать свои потребности И учиться жить со страхом То есть понимать, что за этим страхом стоит Чего именно вы боитесь Вы боитесь со взятием, это понятно Но это межформа, лишь ширма А что за ней? Какого положения для себя вы боитесь? Какая угроза стоит за этим За этой возможностью обжечься? Вот в чем вопрос Поэтому об этом постарайтесь Об этом постарайтесь Понятно Об этом постарайтесь поразмышлять Если понадобится помощь, пишите в личку Могу Если остались вопросы, так же пишите в личку А если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам всего самого доброго И удачи!